Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Доктор Труф, и это продолжение прохождения великолепного мода Князь Света и Тьмы, мод на Старушку Мейтва Татал Во, мод про житие-бытие Александра Великого. Мод не просто стратегический, даже более РПГ-шцы, с кучей всяких заданий, характеристик там и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, спасибо большую подписчику, заповедную, и прошу прощеница, который подсказал мне, что-то таки делать мне с этим долбаным, сука, знахарем. Надо просто поставить купца на лекарственные препараты, в аптеку его поставить, и он станет фармацевтом, значит, знахарем. Не обязательно было строить избу знахаря, и потом нанимать купца. Купца могу нанять еще одного, да. Ну, пока не буду торопиться. Так, давай, дико, блин, намет, ты, е-мое. Хотя, погоди, погоди, тут есть куда тебе встать. Вот здесь венцо. Венцо да минцо. К сожалению, пока у меня, блин, раненый пипец, как оба генерала, и мой Александр ранен, и еще мой Радович, который основной, с кучей армии. Кстати, он готов ожидать. Давно бы уже и Ревель взял бы и Пярну, мог бы с ней пярнуть эту Пярну. Потом, глядишь, этот поселок бы хапанул на Аренсбург. Может, был бы там закрепиться. И, глядишь, на столицу, может, был урон, ну, хрен его знает. Короче говоря, пока не понимаю, пока не понимаете. Тевтонцев, конечно, дофига не подходит. Но вот здесь они, в Динобурге, скопились в большом количестве по Коцинам. Но далее не идут. Я наступать на них не имею никакой возможности на данный момент. Пока не пришло подкрепление отсюда. Возможно, я соединил вот эту армию Зуба Сидорова. И Александр возьмет правление. Когда встанет, значит, нахрен на это снадобье подлечит моего князя. И князь, понимаешь, вместе с этим Зубом выбьет, собственно, Зуба уже защитником этого Динобурга. Ударом по... Хотел сказать по яйцам, но нет. Так. Убивцев. Убивцев у меня сейчас, слава богу, дофигища. Дофигища, это классно, это очень важно. Таки подошла блудница к цели. Тут же появился мультик такой небольшой. Ну как мультик, просто нарисовался окошко. Написано, ваш агент, близко к цели. И показывает, собственно, крупным планом эту мадам. Что она сейчас будет делать с этим хреном? Или вот с каким-то вот этим хреном? А тут хрен-то никаких и нету, да. Я не знаю, посмотрим, проверим. И тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Это я не стал сворачивать. Вот что случилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Замахиваться, да укрепляться. Хотелось бы взять Дюннабург, да еще и столицу И побить Тевтонцев хорошенько, чтобы перекрыть. И уже настраиваться на встречу с монголами. Потому что... Ну, надеюсь, они на Русь придут сначала. В Новгород особо не попрутся. Ну, посмотрим, что будет дальше. В принципе, лет аж в 6746 году. Это по старому календарьку. Ба, вот такие пирожули. Вот такие пирожули. Так, а здесь у нас все есть. Гусляр, опять-таки, дал нам много денег, говорю. Дал нам очередной отряд вот этих хлопцев замечательных, бесплатных. Я сейчас вот собираю большую толпу, охочие люди. Нормальный дальний бой, в принципе. 12, крепкий пар, ничего. Содержание 0. Вот это их ключевая особенность. Они бесплатные. А так вот это вот... А так у меня армии-то особо-то вы и нету, так сказать, не похвастать. Так, охочи люди, неплохие парни. Давай-ка, беги. Да и ты беги тоже. Я еще подумал, не собирать ли меня новгородское младце... Младце, опальцение, младце. Младце, новгородским опальцением, собственно, наваливать. Они стоят... У них содержание 50. Они, понятно, что они ложатся, но... В принципе, как мясо, работает очень хорошо. Крестьяне уж совсем пипец. Ну, а ты стой. Вот мне, правда, верность твоя не очень... Радует. Ну, ты стой, стой пока, мистер-генерал. Сельский староста. Стал, что никого не сбежал, блин. Староста сельского, в принципе. Если монголы появятся, я этого сельского староста прям пошлю, прям по деревням у меня ходить. Будет армию собирать. Какая-то, наверное. Пока не понимаем. Пока не понимаем. Основная задача сейчас добраться до знахаря, собственно. Зайти в эту аптеку, надеть халат белый и начать выдавать зелья целительные. Так, посол. Посол, возможно, договоримся с монголами, а да, не какой-то возможно, если что. Чтоб не лезли к нам. И второй у меня торговец на железо пошел, потому что мне еще подписчик написал один, что не обязательно ставить там на трех, на дереве тройном. Надо просто именно, именно-именно вот ставить на один ресурс и просто в течение хода вырабатывать нужное, необходимое количество ресурсов для технологий. Тут еще куча народу. Но это так, пограничием, пограничием пока. Давайте, Литва, жмите там дальше их, девтонцев. Я понимаю, что сжать их тяжело. Ага, торговчик, торговчик, торговчик. Сейчас надо тут момент поймать, чтобы не увидеть коллегу вот здесь вот случайным образом. Да, мы видим коллегу, отлично. На следующий ход мы, ах, мы тысячу будем поднимать в ходу. А мы будем поднимать. Будем, будем, да. Замечательно. Ну что ж, пожалуй, пока ход я. Ничего делать не могу особо. Да, ход. Погнали. Порочащие сплетни. Интересно. Связи служителей коллегической церкви с блудницей стали достоянием слухов сплетни. Получение трейта грехопадения минус 10 благочестия чужого агента. Еееее! Знаете, что это значит? Это значит, что это очень похоже на какой-то кадр любительского фильма. Рост Гонзийской лиги. В общем, купцы поведали нам, что торговцы гильдии Риги и Визбю Новгорода, Данцик и Гансбурга вступили в союз, называемый Гонзийской лигой. Гонзийская. Я не знаю точно, как просить у меня, моё невежество, куда именно ставить ударение. Мы должны взять упомянутые города под свою руку, надеясь на то, что гонзийцы предложат нам возвести там их резиденции. Да, конечно, значит, Ригу надо хапануть, Визбю, Данцик и Гамбург. Нормально, да? Такие планы наполеоновские у ребят. Количество опыта замечательно. 10 дней, кстати. Мы можем было... Зима пришла. Блядь. Вот так вот. Погани и Танарови начать и воевать, и Рязанскую землю. Рязань пала, мать их, как бы, жаль. Рязань пала, мать их, как бы. Рязань пала, мать их, как бы. Трек, великолепный сам фильм, вообще гениальный фильм. Конечно, про ледовое побоище не суть. Короче говоря, про Евпатия Калаврата здесь написали, что бился он, так сказать, зевбатыевой армией, с малой дружиной у многих воинов покосил, сам погиб за землю русскую, там и так далее. Тело Евпатия отдали его остаточной дружине, так что остатком пойманном на побоище. Царь велел баты их отпустить и, вреда им, не чинить. Вот такой вот баты оказался. Благородный мэн. Круто. Железа не хватает. Да. В общем, слухи на рынке. Сейчас мы это посмотрим. Бывые раны. Да я знаю, сейчас все будет. Ну, братан. Ну, ёпперный театр нашего, его здесь получил серьезное ранение. Вот тут. Ааа, мои уши. Так, простой народ нас любит. Новгородская зная тоже. Подорожный сбор сейчас уже решим. Любви всего, взрослый покорный. Ага, блудница еще какого-то поймала, да? Где здесь кто-то еще есть, стюля, тут, да? Вот. Ага, вражеский агент. Все, этот стал язычником. Да, я так понял. Ха-ха, отшельником, вернее. Молодец. Так, тут есть командир, командир. Здесь тевтонский мэн. Блин, как их дыхи, как их дыхи. Ааа, как много их. А, вот и второй, да? Найдены они мэны. Давайте ли им звездюля? Вот, у нас бюргеры с пиками. Да, это бюргеров-то мы повалим. Тоже здесь покоцаны. Ну, не знаю. Бой дать я им могу. Потом пярну забрать. Потом с пярной полезть сразу на ревель. Но, не знаю. Все-таки надо, наверное, дать им бой. Потом взять ревель. А потом уже пярну, чтобы как-то отсечь. Потому что отсюда бегать вовремя будет. Посмотрим сейчас. Посмотрим, решим этот вопрос. Давай-ка вставай, братан. Пожалуйста. На... На... Так, ты, понятное дело, бежишь вот сюда. Готов свергнуть? Готов. И свергнул. Ура. Вот ты крутой мэн. Идешь в попу. А мы вот здесь. Мы, кстати, крутые мы. Мы очень крутые. Нас хрен собьешь. Мы тысячи рублей сейчас поднимать будем. Ура. Ура, 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 ура. Так. Заданец был у нас. Совет Господь пока что не особо доверяет нам. Ну да, ладно. Хорош, что все хорошо. Два хода до Польши. 500 рублей получим. Неплохо. Давайте. Торговый договор. Друзья, надо дружить. Надо пипец дружить. И картишками обменяемся. Там, чтобы я просто курсивал. Где вы, а где мы согласились. Как насчет... А, нет. Союз нельзя. Ну да, ладненько. Решение. Совет Господь с удовлетворением отмечает, что вы выполнили. Заданец обещает, что вскоре пересмотрит договор. Говорят, да это я уже знаю. И вы постоянно это мне предлагаете. И его святейшийся улыбнулся. Его святейшийся улыбнулся и пошел в туалет вообще. Я не знаю, зачем. Но у меня постоянно с ним сейчас будут срачи. Из-за того, что я тевтонцам по щам буду навешивать. А мне придется. Так, поляки дали 500... Вернее, наши. Объявление войны. Русь-Тевтонский ордин. Отлично. Тевтонцы начали воевать с Русью. А они что, здесь что ли еще тут сядут? Ну это союзники, это свои. А, вот тевтонцы. Ёперный театр. Гродно забрали. У литовцев. А еще здесь что-то синенькое. А, это... Львов не захваченный. А где, интересно? Рязань, Павло, да, сказали? Чернигов. Чернигов. Пинск, понимаешь? Ну, это Лида. Минск. Минск-Пинск. А я таки не пообщался. Кстати, оптичка. Здесь у меня был дипломат. Может, мне повезет. Я с вами все-таки смогу. Смогу-то картишками-то обменяться, друзья мои. А? Ура! Наконец-то. Право прохода я вам тоже разрешу. Ну что ж вы. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну тогда ладно. Мы же союзнички с вами, друзья мои. Ну да ладно. Столица Руси, собственно, Киев. Житомир. Есть, да. Любич. Чернигов. Пока это польский. О, верно, Кжевальский. Поляки тоже такие, не дебилы. Эх, маловато поляков. Хотя, вот смотри-ка, поляки поджимают. Поджимают они вот. Тевтонцев там. Не надо успеть забрать хотя бы Динобург. И обязательно хапануть Ригу. Ригу. Ну на Ригу пойдет, наверное, вот этот парень. Вот сейчас мы тут откачаемся. Серьезным образом. Да? Давай-ка обратно еще лучничков нам халявных. Целая армия халявных людей пойдет, понимаешь, раздавать. Тевтонцам. Да, есть? Е-ха-ха. У-ху-ху. А-ха-ха. Хорошо. Правда, наверное, по-хорошему надо этих парней рассувать по городам. Они же все бесплатные. Ну, не совсем, конечно, рассувать. На бесплатном содержании у меня никого вообще нету. Да, я так понял? Никого. Ну, пока не до этого, ребят. Пока надо сейчас в Изборске, блин, планимашку. Собирать армию, которая пойдет, блядь, на Ригу. Жахнет Ригу. И все. Считаю, что здесь можно будет остановиться с Тевтонским Орденом. Пока, по крайней мере, да? Конечно, вот эту тему забрать. Там прям столько бабла будет. Ой, ты ж, ё. Чё я, сука, придумал? Где наш этот мистер-герой? Где он? Купец! Молодец. Ты идешь, ну да, на железо. А где-то еще один должен быть? Где-то еще должен быть, да? Где-то делать я еще один купец. Есть у меня одна такая идея. Дурацкая. Ха-ха. Ой, дурацкая идея у меня. Схитрить немного, да подвинуть его, а? Иди-ка ты, братан. Плевать на этот мед. Мед фигот. Еще отправим. Иди сюда. Пока, да? Есть идея с купцом. Ты-то иди, понятно. Все. Ты на железо шел. Тебе надо все идти туда, конечно. Дай-ка мы сейчас с отшельничкой шварканем. Все, шварканули отшельничкой. Стражник. Стражник Леопольд, понимаешь. Леопольд, подлый трус. Не хочет ли это самое немножко вздриснуться отсюда? Так, у меня тут... Не-не-не, здесь есть... А, здесь генералов нету. Ну, что, все. Убийцы в ток-дво. Е. Более должно быть убийц у меня. Давай-ка, мистер Стражник Леопольд. Выходи отсюда. Кодлый трус. Все, до свидания. Леопольда нет больше с нами. Он нас покинул. Ха-ха. А вот еще убийца стоит. Перный ты театр. Ну, иди уже сюда. Все, дежурь, жить здесь надо. Ладно. Фу ты, е-мое. Большая здесь тусовка. Да и куда ж ты, откуда у них столько всего? Хотя у них... Что я удивляюсь? Потому что там столько мэнов стоит. В большом количестве. Давай-ка сюда. Вот это все тоже, да? Собирай. Собирай, собирай. Где еще есть кто? Все, да? Глин, шмлин. Что, купцань? А, купца же я хотел-то после того, как... Ну да. Как раз вот изба за знахарь это есть. И вот мы сейчас сделаем купца. Вот здесь. И проверим. Таки проверим, да таки посмотрим. Все, больше что покупать не надо. И так у меня с войсками перебор. Всех не удержишь. Ух, тяжело-то, понимаш. Так, одна. Достроились у меня кучи всего везде. Четыре тысячи у меня рублей. Новгородский. Повышать надо торговлю, понимаш. Трактир не надо строить нам здесь. Надо что-нибудь. Это как грибоварня. Пища улучшения, да? Три. Триста рублей. Конечно, строим грибоварню. Естественно, да. Смоленск. Ну, не уверен, что мне ушуйники, ушкуники. В Смоленске 1200 рублей. Неплохо здесь рост идет. Ну так, нормально, пять с половиной. Давай-ка рынок. Сука, сейчас важнее очень. Денег у меня нет на содержание армии. Как обычно, сгоняю себя. Хрен знает во что. В Пскове. В Пскове дозорный пост. Да нет, нет смысла его ставить. Позволит пройти кулачные бои. Представление скомароков. Вообще с непорядок. Позволяет рост 5%. Очень неплохо рынок. А, постойте, постойте. Сейчас мы проверим. Не, 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 не Смоленска. А, Пусков. Церковь. Насли в следующий разочек церковь поставим. Так вот, Витебские уже церковушку влепили. Рынок. Здесь у нас что? Тоже рост идет 3,5. Рост неплохой. Грибоварня. Улучшающая все подряд. Естественно. Недорогая. Грибоварня. Недорогая. В Кольме. В Изборске. Наверное, я тоже поставлю гриба. А вот грибоварни уже нет. Знак рядают рост населения и любовь. И взаимопонимаю. Расчищенное поле, конечно, надо втопить. Правильно, да. Расчищенное поле. В Великих Луках. В Великих Луках. Церковушку ставим. Все. Спасибо. В В Великих Луках. Монастырь поставили мы, значит. Монастырь. Мы поставили монастырь. Это замечательно. Строить здесь более нечего. Давайте его оборотку стоит уже пока. Ладога. Изба. Грибоварня. Конечно. Унижение населения. Маринбург. Конечно же. Да, здесь рынок стоит. Да, есть. Хорошо. Мстиславель. Тоже рынок заказан. Пусть будет. Докшицы. Грибоварня. Последняя. Докшицы. Им глин. Церковушку поставили. Тут уже все. Уже будет здесь хоть ничего. Все. Денег ноль. Надеюсь, сейчас церковь мне, блядь, поможет. Пожалуйста. Я ведь все-таки, сука, нормально так. Им помог-то, а? А то придут еще, как минус 3, а был плюс. Но значит, все-таки помогало. Помогало. Церковь-то, помогание. Подорожный сбор. С заботом князя проложены пути дороги, по которым мы стремились купцы со всяческим товаром. Совет господ, который сейчас на вашей стороне предлагает созвать вещи для ведения нового налога. Подорожный сбор. Дабы пополнить козлу княжеской. Эфиролога уставки от дорог. Вы можете создать вещи дорогородское. Созываем, давай. Сейчас посмотрим, кто, блядь, победил. Веча согласилась. Смотри-ка. Большинство наговоров согласилось принять новый налог. Да. Спасибо вам, друзья. Как бы все. Они там на мосту не стали встречаться. Вот на этом не стали рожи бить друг к другу. Газба. Это что значит? Габза. Не знаю, что это обозначает. Ребят, простите. Видим, тупорезом выступаю в данный момент. Очень неплохо. У меня все сожратвой везде. Ибо я всегда об этом заботюсь. На Руси габзой называли жизнь в довольстве и сытости. Ага. Амбары ломятся отжито. Отжито. И всякого обилия. Габза. Ну, теперь я знаю, как все это означает. Да. Ты прекрасно. Мы тоже и объяснили сами. Мне тупому дебилу с полумя высшими образованиями. Почему же я, блядь, так, кажется, учился-то так, что-то херни не знаю. Все равно минус. Содержание армии большое. У меня есть несколько элитных войск. Но они нужны. Куда не деться. Слухи на рынке. Итак. В горах Богемии обнаружены золотые россыпи. Немедленно направят туда купцов для захвата добычи этим ресурсом. В горах Богемии. Так, блядь. Так мы уже стоим на золотце. На золотце и на яйце. Уже стоим. Все. Собираем. Тысячу рублей. Между... Мы гений торговцев, между прочим. В горах Богемии. Блядь. У меня сейчас география беда вообще. Но все вроде в порядке уже, да? Здесь мы договорились. Купцов как много, а? Иди сюда. Вот что мы придумали-то, да? Сейчас мы купца одного. Ланца, адреса, купца отца. Подведем вот сюда вот. Он подойдет вот так. Мы потом купцом немножко сюда придем. Сдвинем этого хрена. Лайфхак такой сделаем. И перекинем своего перца туда. Авось прокатит. Это как мы будем-то поднимать. Так. Висбю. Ригу. Ригу. Понятно. Данцик. Гамбург. Ригу. Ригу. Вот она. И заберем. А, значит. Не, видова. Не то. Оренбург не то. Вебель. Висбю надо брать, да? И Гамбург. Который вот. Нет. Вот это что ли? Данцик взять. А Гамбург-то где? Семен Семенович. Келленсберг. Калининград надо брать. Да, друзья. Простите. Что-то я совсем. Хухуху. Так. Делать-то нечего. Все уже. Куда идти? Все. Бой. 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 Надо проводить. Я думаю, что надо. Надо попробовать. Давайте мы сохранимся. Попробуй провести. Потому что, блин. Но ведь пришли же. Пришли же, твою мать, эти. По крайней мере, там уже кому-то дали пизды. В Рязани уже. Все же должны уже здесь. А не появиться-то. Е-мое. На следующем ходу появятся уже. Армяне, хотел сказать. Ну, почти. Слушайте, а есть шанс навалять. Смотрите-ка. Несмотря на то. Очень странное соотношение сил. Ночное нападение. Это мы совсем наваляем по сладкому. А мы вот так. Ну, это все такое дело. Давай попробуем. 73, да? Казнит. На хрен. Ватикань. На тебе! На тебе, да. Все. Казнили. Победа, блин. Еретиков казнили. И сразу второй. Авто отступил. А мы не можем наступить. Да что ж такое? Это мы ранены, потому что. Все. Надо дождаться. Отмеченный. Хорошо. Отступил он. Все же, господа. Опа! Клиент. Клиент, друзья. Все же, все же. Кого что-то похоже. Мне нужны эти, как охотники, хотел сказать. Кстати, посмотрите, охотнички. 12. Ближний бой. 14. Защита. Ну, навык, понятно, да? И 50 рублей содержание. Они как бы лучше, чем на русское ополчение в данном случае. Дешевле. И поменьше. Слышь, прям против кавалерии. В лесу боевой дух, мощный чардж. Прекрасные ребята, между прочим. Я бы сказал. Намного лучше, чем на новгородское малое ополчение. Так что буду брать теперь охотничков вовсю. Да, они без щитов. Согласен. Возможно, под обстрелом они будут ложиться. Но у них задача штурмовать и кавалеристов мочить. А так у меня против кавалерии практически никого нет. Это, да, это интересно. А, блин, их 20 человек всего. Я думаю, а почему такие дорогие-то? Господи, отмена. Отмена, отмена. 20 человек всего-то. Конечно, ё-моё, говно. Ха, блять, ребят, извините. 20 человек. Слишком дорого для 20 человек. Это я погорячился выбором. Погорячился. Ну да ладно, уже ход. Ход, 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 ход. Что делать? Тевтонцы. Что же мы делаем? Ага. Дали мятежничкам. Но к нам пока не идут. Да ты чё? Нет, не идут. Идут вот сюда. Ну это опрометчиво всего страны. Так, количество опыта десяточка. Купец идёт. Конец зимы. Отбросите их. Купец идёт. Купец. ведь ребята извините я больше не буду вам так включать потому что лучше они эта вещь такая дается раз в жизни и потерять ее уже потом не сможете слушать мои мой чудесный мягкий бархатный голос безбожные татары взяли на рязанскую землю пойдешь подойдя к колонне и тут придет перед пришел против них по стоять и сын великого князя юрия вселудыча из из владимира и роман игорь игноревич не стал никого игнорить а пришел своими людьми и отступили и обступив их со всех сторон татары значит и тут значит быть и бой бились крепко знаешь там и там страшно бились и тут убили князя романа значит игнорича все-таки не стали тоже выгнорить и еремея глибовича воевода всеволжска и тут по оде много людей с князями за шпаду очень многие погибли попытка остановить монголу колонне увечал с успехом русский самоуверенно а вывели войска в чистый поле дебилы ну тут тут есть такая да тема налет реки но слишком неравны были силы бой был упорным и защищенным единственным единственный раз за всю историю монгольских походов был убит потомственный чингизи чингизида царевич кулькан как полагает в результате прорыва тяжелой русской конницы тем не менее русские были окружены и оттеснены городским укреплением юный князь всеволод с малой дружины выскользнул закружение вернулся во владимир вопут да опа владимир бал битва на реке сити да придержи к себе великому князю юрию на реку сити сущую мутаму а месяц февралю уже исходящему яка владимир взят быстро и люди все и фигники твои сыновья были схоны вся избытие чувак тоже тебе идете это я бы спросить тут мог бы перевод делать но ее мою имели в самом деле ну я не тоже перевод а как бы тяжело читать тяжело читать круто погружение очень крутое погружение во всю вот эту всю атмосферу очень круто the best просто зб збс при збс но все равно же ее мое короче говоря битва прикинь при реке сити вот так и его дела готовьтесь к обороне взяв волк дмитров тверь татары приближается к границам новгородского княжца на их пути стоит город торжок знахарь виду наконец-то наконец-то нямы прожилки все новые задания убить курта курта рассова убить сейчас надо сейчас мы его шваркнем не проблема тут у меня есть специалисты по решению таких задач они это ли сука курт это леопольд еще один что-то развелось их а леопольдов подлых трусов ну чтож придется вот этого парнягу к торшку тащить у торшка то что делать торшка только разве что давай тогда вы сейчас у нас положение архиепископ дал нам денег по ходу дела миссия проваливаться он не смог выдушевить население так его перный театр что же делал то пацаны дорогие мои пацаны что же делать что же так мистер агент идет сюда просто идешь сюда иди-ка ты вот сюда вот пока ты вот сюда встань мистер агент может все-таки сходить уже этим моим крестьянином до собирать уже народец по гридне богатыри есть богатыри есть вот тут придется биться друзья мои александр александр пока раненый даже тяжело раненый правильно дыша дышит на ладан да и оперный твою эту самую то как себя излечить то александр ты тоже дышит на ладан да да нет это вроде нет да дышит на ладан тоже надо уходить тебе тоже братан оставляем только здесь в изборский народ уходить тебе надо боярин болель и дающую его не а готовьтесь к обороне надо уходить там монголы пришли придется отложить придется отложить экспансию вот этих крутых парней купеческое ополчение все надо уводить надо уводить а ты мирослав завидов будешь и заниматься обороной как и александр ты тоже надо входить к торжку к торжку понимаешь гуршку как говорится ну да а как то так уж тащи тогда торжку знахарь у нас есть все я думаю на следующий ход должно проявиться это дело крестьянский сельский староста видим что придется по деревне выпускать пускать пошла все тяжкие по всем деревням собирать народ за бесплатно за бесплатно убийца завидовал перекрытый путь ну да сейчас решим решим вопрос найм агентов пскове купец молодец все а он же все уже стоит до окно в городе грибоварня если смысл сейчас что-то делать давайте закажем церквушку много поставил пока закажем 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 а потом еще отменим хижина рыбака да это кижина рыбака и рынке нужны вот эти все дела видите пск должен денег приносить копорье хорошо все в копоре да вот это ставь подачу делать холме в холме то что ну что из баз нахаре да нет бобровые гоны нужны конечно дорогущие но зато деньги переносящие да а вот они проблема то блять грибоварня разумеется мы ставим великих луках в ладоге ладоги на ладоге княжеские боти бобровые боти надо делать княжьи боти тоже хорошо давайте княжей боти поставить докшицах докшица княжей боти тоже пускай денег приносится мгле не глине там все строится уже давно да ну денег нет денег конечно нет здравствуйте рулет какой-то дрозд волчков полководец а как так вышло шишло мы не понял ты чё меня предал пид или у меня там не был никого может и не было так я что убийцы могу сделать все мятежно вот это в года шваркну конечно вот у меня все без дела стоит давай-ка займись парнем немного немало надо здесь три боюсь что вот это вот все вот он сейчас вот и пойдет куда-нибудь там на великие луки а мне-то и блять ничего ты как ничего вообще сюда на тащить все вот здесь точно на держать гарнизон как ни крути сборский как минимум ты надеюсь управишься вернешься ёк первый театр убить курта рассела мы это сделаем таки хода минус деньги да я хочу поднимем совет господ не особо нас любит и брит рот бы свой танец и свои закрыли бы не любит он особо все все вулечку делаем подходим что у нас новая заданец а ну да корт это ли не корт это ли корт и вот и нет сука ну литовский жрец мой союзника молодец что ж ты жопа то свою не подвинул вовремя но это куда не шло вообще все останьтесь пока где купец удалец который идет положить богатой жизни тефтонцев конец раз два три еще ты будешь ходить ну подождем сейчас я думаю поляка пройдет сейчас мимо нас а то у не хочется обходить это дело хотя хер с ним иди в общем о печалька все это прям раз печальная моя ты печаль убийца есть вот завали-ка парня милону не дра хотя давай-ка ты вот сюда подай любви села взрослый покор давай поторгуй пилоткой извините за французский это кто просто мистер командир здесь никого не дайка диверсию эту строй ты же можешь а кто здесь есть а у тут можно наказать указать тоже никого вот этого можно хмыря вольнуть на на вот так вот тоже иди сюда блять помогаем число прям неприятно все это взорвись что-нибудь нахер вот конюшни у конюшни взорви да на пусть все горит молодцы у меня убийцы они каш рулит тут вообще просто нещадным образом класс ох тут прям полная пачка ничего ничего мы потом краса татарами разберемся когда с ним переговорим может разговор будет какой деловой вернись к братан действительно наверх может получше с ними договориться и правда вот я тут чуть не додумать как-то хоть какой-то там дипломатические у нас разговор может пойдет хорошим не тут строить торжки надо уже ополчение там купеческих бояр например вот неплохо они против кавалерии есть они против кавалерии нет а кто есть нету наш уши такие все против лошадок то как то ну не фонтанируйте 100 рублей давай вот это что ли потом кто житный люк надо сделать что умирать так с музыкой единственное что крутых я сделать тут не смогу да и просил никто вот это наделать мастерская лучников стрелять ах мать младшая дружинка дорого но круто сейчас еще эти появятся татар монгола вот мы посмотрим кто какой прям страшно что ты сделаешь сейчас вот рыцарь ордена да ну-ка понимаешь покажи ему сиськи может он станет а танкистом и не пойдет никуда купец молодец так наш братан идет на западную границу халявный вот то конечно ну и лету конечно есть ну естественно я знаю немножко закон конечно они сделают так ну это был предсказуемо ладно есть шанс подержать есть шанс есть шанс есть шанс не про открыть больше нечем только вот это место только это вот вот что скапливаемся что льда копим силы на удар копим силы на удар ох 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 так ну-ка ну-ка и ты чё мою девочку трогаешь ёб твоим откуда у них такие толпы боже мой боже мой кошмар какой какие толпы большие кошмар порочащие сплетни до минус 10 авторитета и благочестия это прям здорово а вот и мистер монгол прям вот и не спрашивай ничего прям сразу прям сходу прям привет блять ну какой там торжок ну конечно я паду все до свидания естественная палубь взял торжок плячу дальше пошел что ли сразу ёб твою мать ёб твою мать ёб твою мать быстро сюда наверх быстро наверх у ху 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 ой ты ё до тяжело однако ну сельские блять староста нет есть там этот ничего не может сделать сука ничего не может сделать я могу дать бой только вот этой вот тусовкой ну давай набирай их может гринят нету никто к давай за 100 рублей а пожалуйста весна красна подожди ты ну получится да получилось помощь церкви спасибо за тонну ах ты же еще кого-то там подловил вот он сука миссия невыполнима вот он появился этот гад давайте хоть для у мать твою содержание 14 рублей вот за это ой бля конные луб учены какие-то на лабутенах хашига плохие ребята пеший ой блять 24 защита они меня сожрут и на срочно мириться с тевтонцами прям вот в срочном порядке марган какой-то комиссар марган дали либо это сплошные лучнички хабуту его твою мать вот извините конечно но это прямо именно это слово я нихера не смогу сделать против них прям вот ничего я хоть этот там мой подлечился да все вылечился начала мирный договор с тевтонцами это единственный мой шанс он так этот тоже все тащим на где посол посол дарка мирный договор а ведь я же тут давай это мой шанс это мой шанс сейчас не нужен мирный договор ты кто какого хера ты здесь и же твою мать ну почему ну зачем верни сюда на какого хрена ну ёпперный театр ты кто ты купец хера ты здесь стоишь иди на камень где он там этот камень то блять что ж так у детей был же камень же здесь буквально вот ты что шел делал сука дайте уже сюда хотя бы где-то здесь камень был я прям вот видел прям туда а вот карты я до этого не видел поэтому киде только камень посол масок не успеет он ничего сделать сожалению не успеет убить чтобы конечно хорошо давай-ка козла мочкани так а чё жалко что исчезли ребята бля конечно плохо давай убийца тоже наверх может там кое-нибудь еще какой-нибудь полководцы сможем завалить замочить тунгусского сад сусамович сусамов ну как бы но нет это так у нас братан стал совсем плохим полководцем давай-ка ты вот это вот убей чтоб не мешало нам авторитет минус все может кто-то из них этим станет мятежничка может быть кто станет уже два полководца ты моя бух ты мой а ну а литовцы блин сплошное в рожье не уж ты меня нему и не ставить кто-то тапа иди уж курт рассел готов спасибо это херня все так дипломат не нужен у меня же был второй да вроде нет два дипломата у меня было на зудчик священник там убийца ну быть такого сука не может чтоб не было дипломата правда неужели один давайте-ка глянем число неужели один дипломат посол виктор а вот и посол виктор давай попробуем к с тефтонцами чуть-чуть немножечко это главный тенданте стоит вот здесь и добывает он здесь чего-то там так бред свободно же наверное да юмой сам бог велел куда идешь туда это надо охота три война одержал монгол польша-русь о поляки тоже немножко стали с киевом то дрозд волчков все в порядке это с нами лучше тысячи рублей убили курта торжок разграбили твою мать а торжок да и разграбили это я пока трогать не буду сводка новостей очередь приостановлена религиозный праздник кибис провели проси 500 гривен да конечно о почему тысячи же было мать ищу дали тут же тысячу забрали тут и блин ладно ладно бог с маринбург порочишься с руки куда сушить обидно хрен с ним делал сейчас попробуем тараш на то пошло бы может договоримся что мол мирный договор ребят ну не вовремя крайне невыгодно а кому вот так вот да ну как так то ёпплю ну пожалуйста сука не хотят чрезмерные древние да то что он рад он может уехать в ленинград это как бы придется сейчас бить его вот этим бить особо не побьешь а я возвращайся сюда если он пойдет хер придет он к новгороду да попробую дать ему бой вот этим ну попробую чё как-то муж кого-то еще смогу поднять где-то за какие-то я и мне вот тут воевать вообще нечем просто вот не чем то есть не на сюда идти например да александру вот сюда идти надо стоять и оберегать я бы сказал вот нападение маринбург не хочется терять маринбург понимаешь в острае может забить балбеса на маринбург ну какая разница то хера у них народа надо забирать вот эти вещи деньги хоть будут там там пять-шесть тысяч пунктов капса да вот такие пироги ну что от отгоним чё там у них гонят особо некий идти без командира без командира сходите и без богатырей да и без гридней да и без старшей давайте вот так попробуем сейчас сохранились у нас младшие это самое вот сейчас проверим в бою без крутых ребят мед стрелки охочие люди немножко этих командир мирослав еще пойдет нам крепить ща проверим нехер друзья мои нехер да ну чтож тут вариант только один по-хорошему охочих людей вон тут совсем чуть-чуть маловато но маловато однако надо охочие приготовились у них кавалерии много да кавалерии много на кавалерию как раз мои ребята вот эти охочи пойдут давайте по флангу оба расходитесь а вы поширше встанете давайте ребят давайте чуть-чуть расходите на фланг немножко так вы вышли вышли так вышли убежали сюда на помощь коллегам на помощь быстрее где они там у нас стоят бегом блять быстрее крестьяне там все ребят помогать надо так отбегать не надо это нет смысла вообще бегут там они надеюсь добегут 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 да сейчас добегут давайте умаловаться вы шпуньки то вообще смех да и только ну чё арбалетчики да прусские случники понимаешь там бегут мои начали уже палить как работать будет не знаю пока ой 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 не понимаю пока да положили много фига себе за залп за залп очень много положили прям прям мое почтение свалили так поскакала артиллерия кнехты легкая пехота давай давай вот тут надо сразу на перехват идти чтоб они стопорнулись обмоих и не сломали строй давай бегом 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 не дать твою то мать то что же вы делаете стоять нашего генерала блять убили сразу сходу сука ну естественно блин ну потому что ну как так то ну я же сказал ну твою мать как вы уже бежите блять что вы бежите то ну это я виноват ребят извините это виноват категорически я блять это категорически я виноват так куда ты куда ты что тут твою мать а что ты кнехты тоже убегают все убегают блять и кристина побежали наполовину нахуй вернись надо было конечно так не делать вот не делать надо было надо было не делать давай догоняйте их да уже все вернитесь обратно уже все потому что мы нападаем ой вернулся все оклемались оклемались ребят ну тут тут я виноват ребят извините я конечно так поставил вас блять чтобы прямо под удар встали догоняй тогда уж что вы идете так медленно господи в спины же вам стреляют ведем 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 огонь хорош кнехты 29 сможете или вас тоже сейчас подснесут непонятно ну куда вы не 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 получилось ничего нет хорош кнехты ложатся хорош не получилось у них штурм организовать следом кто нет и отступают уже все возврат возврат аккуратненький аккуратненько возвращаемся все встаем так чтобы научничков за ними за ними 8 осталось да бунтует ой ребят да ну ребят 7 даже да отход хотя обратно блять видите счет этой конечно поздно стал выставлять и кавалерии нет никакой ну давай блять да все завершаем конечно сняли выкуп давай хотят платить победа выкуп мы как попросили командир грибоедов какой-то у нас тут есть кто-то есть вот грибоедов ты туда и сядет наверное да а вы в помощи будете если чего вот крупные я вообще не понимаю тут дофига народу кем здесь защищаться по-серьезному кем у меня полностью отряд уничтожили за удар конечно очень плохие ребят вы мой город осадили что вы от меня хотели то ё-моё тебя убивать я пока не буду есть вариант что ты будешь нехорошим давай зажги блять что-нибудь надо так вернись домой сейчас наверх иди сейчас так тут уже убили кого надо или кого да да есть кто есть курт еще один да твою-то мать еще какой-то хер ну так нечего тут ходить уйди с дороги класс идем к курту да ну ты прикалываешься что ли ёперный театр вот это поворот вот это серьезно ярослав убийца четыре стрелка ну возвращайтесь пока вот сюда вот например дом да в деревне побудете ой ребята жесть вот теперь жесть даже не знаю что делать с двух сторон меня зажали возможно не надо было мне с севтонцами воевать ну так а как не воевать то с ними вот как с ними то не воевать раз уж они это они все равно бы на меня полезли на изборском не всяко полезли сами на меня одно радует что я как бы не говном воюю ну есть с кем но вот судя по тому что у монголов тут хухух торжок забрали пойдут сейчас новгороду возможно кольму как пойдут непонятно да друзья на этом все денег денег ноль ставьте лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал вступать в группу вконтакте делитесь этим видео чтоб гостя арт почаще радовался додавал мне халявных стрелков достаточно неплохих показалось сегодняшняя битва комментируйте это безобразие чё делать то мне дальше хоть блять со знахарем хоть со знахарем разобрался будь он ладен естественно ух а с вами был доктор Труф любите эту игру пока пока до следующих